привет стримаши небольшой ролик по поводу того что часто люди в интернет говорят вот посмотри вокруг дома строятся куча машин кругом и я сам для себя думал ну как же так действительно куча машин может быть что-то и хорошее есть ничего хорошего нету потому что все эти машины это они куплены по завышенной цене в основном тут же закрыт рынок налогами пошлинами из-за границы так можно купить с европе там за 500 евро нормальную машину ну маленькую я имею ввиду какой-нибудь opel corso там маленькую вот эту вот и ездить на ней пять лет то есть каждый месяц вообще можно покупать еще если бы зарплаты были как положено в европе 3000 евро каждый месяц и вообще мог покупать машину каждый месяц не нужно но раз год там и поэтому они завышают но частности с машинами в десятки раз настоящему машину там стоит тысячу две долларов и и продают за 20 десятки раз поэтому те что машины люди накупили они во первых купили все это говно это по сути но основном вот эти какие-то ford и focus и мандео это база боссы на и никчемные тачки это не машины хламьё которых там движок разлетается через год или что там надо менять сразу они кривые косые все ну то есть они в 10 раз купили дорогущие купили это все в кредиты какие-то большинство там в эти кредиты покупает то есть машин то много но в итоге то все плохо они запарились им пихнули фигню в десять раз дороже все это кругом заставлено они дерутся там режутся ножами за это место стоянок хотя место дохерище везде можно делать и подземные стоянки и все все равно они дерутся бьются с друг с другом то есть что много машин это очень плохо и в основном машин ты не мега дорогие так вот ну да если вокруг я хожу это там 300 1500 машина таких которая по миллиону не очень много машин чисто вот новых совсем иногда бывает стоит да вот чисто новое смотришь какая-то там volvo либо здесь вот есть по новей дом около него там по новей машины они да уже под миллион ну и все то же самое с квартирами я думаю с домами строятся эти хламовые дома с тонкими стенками с огромными кварплатами вот и весь секрет все гнилое все государство российской это гниль и погонь даже если и выглядит симпатично может быть как блестящая какая-то упаковка но все говневое даже вот здесь вот вокруг дома строят здесь построили дома там у них отключается электроэнергия они тут дома сначала построили чтобы людям продать а а потом внутри там садик что-то строят или школу то есть люди уже сидят а им там вот этот перед глазами это вот шум-шум грязь а еще там квартиры стоят от 5 до 9 9 10 миллионов то есть это огромные деньги там или в кредит или они где-то воруют эти какие-то военные полицейские варьё это вот им дают эти квартиры то есть обычный слесарь он и не купит такие квартиры кто там сидит там я читал что все равно у них жизни особо очень не хороша то в этих новых квартирах это высоченные дома муравейники все они там не знают друг друга ненавидят наркоманят то же самое дохнет там молодежь все равно это все тупик даже вот эти новые кварталы дома если у человека есть машины это все равно дорога никуда потому что сама россия она в пропасть падает а это уже все внутри то находится стране естественно они тоже в пропасть падают поэтому ровная дорожка куча машин какие-то новостройки это все гниль в это все равно это только видимость фикция люди ненавидят друг друга точки невозврата все пройдены никакого вставания с колен ничего не будет а те кстати вот вещи где действительно нужно делать что-то разваливающиеся к это медицина с этот образование там полный развал там дебилоидность порабощение церкви кругом где вложены миллиарды рублей но медицину не вложено и образование в дебиле вы не вложена вот медицина развалена в этих новостройках даже если стоит поликлиника там все в очереди на операции не попасть на дорогущие естественно не попасть то есть все плохо либо даже если где развалившиеся а где-то не развалившиеся там новая поликлиника садик но там если внутри это просто оболочка внутри ты копнешь там говнище гниль развал вот и весь секрет в общем посмотри посмотри да видел я и новые дома тут рядом строят и садики все равно все мега херово ничего не на 1 грамма ничего хорошего нету ну на этом все пока стримаши вопрос разобрали так что если кто-то вылезает в интернет на улице говорит смотри баран что ты врешь что все плохо тут куча машин то это просто либо собака какая-то пропагандистская либо просто дуришман какой-то тем пока стримаши подписывайтесь ставьте уведомления мы все здесь проанализируем окну и первый раз я тут вот стрим лапсе перешел наконец-то поставил 015.1 версия мне немножко не понравилось что она не портативная но будем дальше тестировать вроде как она должна быть поприкольнее обвеса теперь все